Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. В эфире очередной выпуск новостей международной группы компаний Skyway. На днях мы опубликовали видеоотчет о ходе строительства экотехнопарка и получили большое количество комментариев, как правило, с позитивной оценкой как масштабов строительства, так и темпов и качества. Тем не менее, ряд комментариев позволяет судить о том, что не всем инвесторам еще ясна вся инновационность некоторых элементов строительства экотехнопарка, а также масштабы развернувшейся стройки. В частности, в этом репортаже мы хотели бы подробнее рассказать о первой анкерной опоре, которая возводится в данный момент на территории экотехнопарка. По сути, речь идет не просто об анкерной опоре, такой как та, что уже была построена и испытана на полигоне в озерах 14 лет назад. В экотехнопарке в Мариной горке мы строим транспортно-логистический узел Skyway, многофункциональный комплекс, в котором функции анкерной опоры совмещены с функциями двух пассажирских станций, городской на втором этаже и высокоскоростной на третьем, автоматизированного диспетчерского центра, энергоузла мощностью порядка 1000 кВт и музея Skyway. Это сложное трехэтажное строение с зелеными насаждениями и зоной для отдыха на крыше, не имеющей аналогов в мире. По функционалу и пропускной способности можно сравнить с международным аэропортом Дубая, одним из крупнейших аэропортов мира, с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год. Строящийся нами транспортно-логистический узел Skyway размером в плане 12 метров на 18 метров имеет такую же производительность, при том, что площадь данного сооружения в 3000 раз меньше суммарной площади зданий и сооружений Дубайского аэропорта. Такое преимущество обеспечивается за счет эффективной логистики. Посадка-высадка пассажиров на станциях Skyway может осуществляться в постоянном режиме. Юнибусы могут отправляться и пребывать каждые 20 секунд. При этом логистические центры Skyway, представленные станциями, первый образец которых строится в экотехнопарке, позволяет осуществлять быструю пересадку в течение минуты между городскими и высокоскоростными междугородными линиями, для чего нужно будет просто перейти со второго этажа на третий. Международный же аэропорт Дубая, как и другие крупные аэропорты, является по существу местом, где в связи с неэффективной логистикой и десятки тысяч пассажиров часами томятся в ожидании своего рейса. Для того, чтобы они смогли скоротать время, для них создана обширная инфраструктура со множеством магазинов, кафе и тому подобных заведений. Все это, включая колоссальные площади комплекса пассажирских терминалов, напрямую отражается на стоимости авиабилетов, ведь все это необходимо окупать. Эффект экономии средств при строительстве небесных дорог, который дает анкерная опора, являющийся важнейшим техническим элементом транспортно-логистических узлов SkyWay, сложно переоценить. Данная конструкция замыкает на себя все продольные температурные усилия, возникающие в неразрезной путевой структуре, в данном случае 500 тонн, и уменьшает, при прочих равных условиях, материалоемкость и стоимость эстакады в два раза. Только это дает первоначальное удешевление в 50 миллионов долларов на каждый километр строящейся эстакадной дороги, по сравнению с традиционной балочной эстакадой, имеющей температурные швы. Надеюсь, вам уже стало понятно, что в экотехнопарке нет просто объектов. Каждый элемент создаваемой нами системы является поистине уникальным и инновационным, поэтому запланированные и заявленные, а также соблюдаемые темпы строительства также беспрецедентны. Присоединяйтесь к нашему каналу YouTube, следите за новостями на официальном сайте группы компаний skywayrsvdefysystems.com, не упустите ничего интересного, эпохального, важного. Строй SkyWay! Спасай планету! Продолжение следует... Продолжение следует...